Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Зеленину. Побудовали и невеликий дом зеленщика. Там поздней знайшов притулок Александр Тышкевичус, кали яго выгнали с сядибы. При графе Юзефе Тышкевичусе у яго Кретингской сядибе был не один десяток господарших побудов. Побудовали некольких лявол, стайни, уроджай заховывали у клуни, площадь больше за тысячу квадратных метров, со ступенистой системой от воду воды. У холодных ляв складали корм для живелы. Так само там местилась и скотина найманых работников. Особные помешканни были выделены для столярной майстерни – кузни. У упадобной стайни трымали рабочих коней. Выездные хравские кони и кареты стояли у каретной. Важным человеком у организации господарки з'являлся эконом. Его забеспечили добрым жильем. Дом эконома, який будавали еще при володании семейства Зубовых, называли «Старый палац». Пакольки гэты дом был просторный и досыц комфортный, там часово жила графиня Софія Тышкявичаня. Пакуль перебудовывали палацовую резиденцию Тышкявичуса. Пазней у доме эконома, окрямя его самого, жили семьи конюха, кучара, столяра. За заробкам або для выражения питаньо работники йшли в адміністрацийный будынок. Белый будынок, як его называли. Пакольки там был молочный комплекс. Коли стало мало места в четырех бараках, очистили склад и в одной его полове поселили найманых работников. Другую полову арендовали под лякарню. Граф Юзеф Тышкявичус не только платил гроши работникам, але и клопатился про их здоровье. У лякарни, якую побудовали на березе сажилки, безкоштовно лячили и наемных работников, и парабков. Тут обгрунтовався и притулок для старых. Пазней Мария Тышкявичуне открыла первый литовский детский садок. Садзиба развивалась, и побач с каменной стяной протягнулась новая городжа, запаленная цегла. Гэта забеспечила приватность графских уладанню и их насельников. Граф Тышкявичус, який привел садзибу до розквиту, помер в 1891 году. С паланью кретингу везли у шкляной домовине и поховали у семейной каплицы Маузолеи. Вороты на Могилках проектовал архитектор Юзеф Подлеуский. И их открывали только в день похования, або у годовинной смерти не порушали с упокой померлых. У военные годы каплицу разрабавали. Кости выкинули с домовин. Шарапы вынесли. С трех домовин, які знайшли доследчики. Одна была зусім пустая. Падчас Першей Сусветной войны спалили садзибный дом. Разрабавали оранжерею. Коли почалася другая сусветная война, Александра Тышкевичуса, який был спарчынником садзибы, оттуль выгнали. Ён падався на заход и в 1945 годе помер у Германии. Пасля войны у былой садзибе открыли курсы бухгалтерского уліку. Пазней сельскохаспадарше в училище. У оранжереи разместили спортзалу. Зараз на усёй тэрэторы дейниче музей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова